Продолжается утро на Первом Развлекательном. Хочется отметить, что это лето насыщено самыми разнообразными событиями. И так в ближайшие выходные в нашей стране впервые, кстати, пройдет концерт этнической музыки Тибета. Плюс ко всему это будет еще и семинар по йоге. Сегодня мы поговорим об этом в очень спокойной обстановке. Поверьте, этим утром у нас в гостях организатор этого фестиваля, этого мероприятия Виталий Горбатенко. Доброе утро. Также, насколько я понимаю, вы и специалист не только в организации таких мероприятий, но и специалист в тибетской медицине. Это меня и связывает с Чумба-Ламой. Вот, и мне и хочется представить нашего гостя из далекого-далекого и настолько экзотического для нас зарубежья, из Тибета, Чумба-Лама. Доброе утро. Мы очень рады, чтобы тебя видеть в нашем студии и в Молдове в целом. Спасибо большое за что. После этого спасибо большое. Насколько, не знаю, сложно было уговорить, убедить? Или, может быть, это все сложилось очень просто? Вы знаете, по-моему, очень просто сложилось. Четыре года назад я его попросил приехать с семинаром в Молдавию. И у него расписано все на три года вперед. Он ездит в Америку, он ездит в Австралию, он ездит по Европе, в России. Вот, у него просто расписан весь год и ближайший, и следующий. И вот мы четыре года назад договорились, что он приедет. Вот сейчас я это событие организовал специально на солнцестояние, потому что сегодня на завтра солнцестояние. И завтра всемирный день йоги. Вот. То есть Чумбалама приехал в нашу страну как специальный гость на всемирный день йоги и на солнцестояние. Те, кто придут на наш семинар, они, скажем так, сделают закладку себе хорошую. Не только на следующий год, а вообще в жизни. Потому что он научит нас простым доходным практикам по уходу за здоровьем. Не какой-то сложной йоги, каким-то там позом тяжелым, длительным, вот, изнурительной йоги. А простым... Пугающей иногда йоги. Конечно, да. А простым дыхательным практикам. То есть йоги это называется пранаяма, но тибетская пранаяма, она глубже рассматривается. И он просто заряжен тибетскими секретами и фишками, как, допустим, даже вот вы тут, ребята, устаете после работы, да? А есть буквально двухминутные фишки, где нужно ноздрями поработать, зажать какой-то пальчик, как-то подышать. И тут же меняется настроение. Ну, может быть, если у нас время останется, я надеюсь, что мы успеем. Может быть, действительно получить какие-то практические знания от нашего сегодняшнего гостя. Where have you born? Have you born in Tibet? I was born in exactly between Himalayan and Tibet, between Tibet and Nepal border. As I know from eight years for 40, for the age of 40, he was staying in Tibetan monastery. То есть на протяжении 32 лет, да, наш гость Чумбалама, он жил в монастыре. В монастырях разных? В монастырях разных. Изучая тибетскую медицину, да, изучая йогу. И когда он этому уже набрался сполна, его же учителя, вот, отправили его по миру разносить эту истину и этот свет. То есть не сидеть с этими знаниями там в Гималаях, вот, а у тибетцев есть такое понимание, когда они в монастырях набираются полного уже, скажем так, полноценного знания йоги и медицины, они начинают ездить по миру и разносить это семинарами, вот. Что и делает Чумбалама вот уже несколько лет, ездя по миру, на деньги, которые он собирает, хочу подметить, что Чумбалама на деньги, которые собирает семинары, он возит гуманитарную помощь в горы, в Тибет, откуда он родом. Помогает строить там. Ну правильно, все в дом. Да, конечно. У него есть публикации, где он о вертолетах, коробке с едой, дети там, потому что Тибет на самом деле очень нищая страна, очень, там очень, очень, очень мало всего, как вот у нас те же в шоколадке, те же. И Чумбалама со своих семинаров, то, что собирает деньги, он везет, я знаю точно это все, в свой Тибет, своим каким-то братьям, кого даже не знает, вот. И, то есть, вся его жизнь это гуманитария. И даже его визит сейчас к нам это гуманитария, потому что он принципиально не настаивал ни на каких ценах там, или... Удобствах. Удобствах, да. Он просто приехал... Наверняка он настаивал на людях, которые ему необходимы. Ну, я имею ввиду для того, чтобы передать эти знания. То есть, ему это интересно, поделиться. Само собой. А зачем тогда он уехал из Тибета? Вот, вот. Он для этого к нам и приехал. Вот мне интересно обратить внимание на эти интересные и экзотические для нас предметы. Чумбалама, what's this? Maybe you can explain for our TV viewers. Что это такое? This is Dorje. It's a symbol of the wisdom and power. Это Dorje называется, да? Это меч правосудия. Меч правосудия. Так. And this is the bell. It's a symbol of harmony and peace. Symbol of harmony, колокольчик. This is from Tibet. Yeah. Actually, this shift very much looks like stupa. Or if you look clearly, it looks like Buddha sitting on a meditation posture. Да, если вы посмотрите в профиль, да, я так понимаю, нет, на анфас, то это как будто бы Будда сидящий. Ну да. Ну да. А чаша, она уже гармонизирует пространство, энергию в пространстве. Вот ее слегонца даже покручивая. Она начинает издавать звук. Она начинает издавать звук. Вот этот звук гармонизирует пространство. Вот. И не только пространство, а наши чакры начинают работать по-другому. То есть, если взглянуть на энергетику через фильтры, то наша энергетика просто активизируется полностью в организме при этих звуках. Да, действительно, вы знаете, я вот хочу отметить сейчас для наших телезрителей, что сидя сейчас в студии рядом с человеком, который наполнен совершенно другой энергией, а я говорю сейчас о нашем госте из Тибета, действительно ощущаешь какое-то спокойствие. I'm telling now to our TV viewers that it's very convenient to sit near you, to be near you. Thank you. Yeah, I feel it. Thank you. Да, я чувствую, что с вами действительно очень комфортно. What's your favorite country? You have been in so many countries of the world. What's your favorite city? What's your favorite place in the world, except of your home? Какое место у нашего гостя самое любимое в мире, естественно, кроме его дома родного? I think for me it's favorite place is where your friends are around. This is your favorite place. How do you feel? How do you think? Could you find some good friends in Молдова? Could you find them here? How do you feel? I feel good here. What's your heart is saying? It's my first time here. Actually, I know my... He's like my past-life brother. So I know him like four years ago. And he said, Chumba, why don't you come to give course here in Молдова? So most of my course run in one years before. So he said, okay, last year he said, why don't you come next year? Okay, we make that. This is my first time to Молдова. I really enjoy. Chumba, why don't you come next year in Moldova? Let's go to our viewers. Yeah, really, our guest is from Tibet. Chumba, Lama, he's enjoying his place in Moldova. He's hoping that he's on the festival, on the seminar, which will be 23rd of June, he'll, maybe, get some new friends in this country. And, of course, his main friend from Moldova является организатором этого мероприятия, Виталий. Я хочу отметить для наших телезрителей, у нас есть билеты на это мероприятие, которые мы разыграем уже сегодня на нашей странице в Facebook. И поэтому сразу по завершению эфира заглядывайте к нам. Страничка «Утро» на СТС. И билеты на, на мой взгляд, удивительное событие. Фестиваль этнической музыки Тибета, еще и семинар по йоге. А человека, который не просто передал это кому-то, и кто-то передает это нам, который носит эти знания. Вот, вот, вот. Ну, я согласен, вот это действительно очень удивительно. Вот это очень удивительно. Самое удивительное то, что я смог, я не даже, это чудо получилось, потому что я смог собрать воедино всех этнических специалистов. То есть всех, кто в Молдавии играет на этнических инструментах, они придут на наш концерт. То есть прямо оркестр будет. Это будет просто живой оркестр. То есть придут и кришнаиды, придут, и сайрамовцы придут. То есть все те, которые каким-то образом развиваются духовно, да, используя разные культуры. Вот. Будут ситары, будут флейты, будут трубы тибетские, будут чаши, будет просто столько инструмента будет. Еще не так много воедино еще не собирались. Всего не было. Еще и в старом Аргееве. У нас остается не так много времени на эфир. Время, наверное, это самое дорогое. Ну... The time is the most expensive thing in our life. And we have less time in our program. Maybe you can show, maybe you can explain some exercises for our TV viewers. Some simple exercises to do every day and to feel much better after them. So maybe you can show something. So, first of all, very simple exercise is one should love back to where I'm coming from. This is the generations let's see. 2000 generations. Now people are changing. Many young people, they forget about love to their parents. Especially mother. Самое главное, это маму. Why? For me, my point of view, for me, is I believe mom is a living God. She fits she cleans it. She got pain, but still she take care the kids' child. But it's love. She hurts with the hunger, but still she fits her kids. And that's why when we grow up, we should share love to mother. And then from there, if you have time, then breathe. Если у вас есть время, дышите. Но дышите правильно, наверное. Because breathing prana, this energy itself, comes from mother's stomach. То есть, дыхание, если я правильно перевожу и понимаю, да, правильное дыхание, это как связь с мамой, как через пупок. Абсолютно правильно. Первый вздох мы получаем благодаря маме, как я уже говорил, через пуповину, да, через живот. и затем необходимо вот это дыхание сохранять, да, стараться сохранять благодаря связи со своей мамой. Просто обнимите ее сегодня утром, поцелуйте, подарите ей цветы. И в этом и будет вот эта дыхательная связь со своей мамой. Абсолютно. So prana is like this, like tennis ball. If I threw it in a wall, with a positive, my own ball will come back and hit me. I say, wow, my ball come back. But if I threw it negative on the wall, it will come back negative to me. очень простое сравнение приводит в пример наш гость. Наша жизнь это как игра в теннис. Если вы подаете подачу, наполненную позитивными эмоциями, то и в ответ вы получаете позитивные. Ну и, соответственно, если вы бьете наотмашь мячик полный негатива, то, соответственно, и возврат вам будет такой же. Чумба, можно я дополнил? Есть такая практика, вот Чумба меня научил. Значит, практика, тибетская практика пяти вздохов. Так. Значит, тибетцы с этого начинают свой день и этим заканчивают свой день. Вы покажете. Это величайший секрет. Мы рады. Практика делается так. Вспоминаешь свое удовлетворительное состояние. Когда ты утром подтягиваешь себя в постельке или при любых обстоятельствах и ты что делаешь? Вдох и выдох. Но выдох не просто выдох, а вздох. Ммм. Удовлетворительный. Пять таких вздохов достаточно для того, чтобы просто изменить здесь и сейчас состояние свое. Вы знаете... Ага. Я думаю, я бы хотел дать очень короткую информацию о вздохе. Но выдохYN племетверо. Это прямая idé受ка. как баллон. Это означает, что Tech Inc. для начала, как-то воз Shelia. Потому что от дозрев... försеднев你要 просто вообще от Liter côté. Это же как-то правильно. Так что это бездох. Это правильно? Так что я вообще бросаю всю свою жизнь. Да. Много жизненняя я чувствую алкоге. Очень активная Когда мы набираем воздух, мы должны надуваться, как шарик. Это трудно, ты знаешь? Для тебя это первый раз. Когда вы выдуваете, вы должны опустошить свой живот. Вот это, наверное, самое простое правило. И тогда, вы начнете делать это каждый день 2 минуты, 1-2 минуты. И через 1 неделю вы почувствуете совершенно другую циркуляцию в своем организме. Абсолютно. Поэтому он будет на семинаре сейчас учить. Проблемы с желудком. Это что за система у нас? Не могу сейчас перевести с английского. Удаяна. 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 Пищеварительная система. Нет, в целом работа с животом, как он называет, называется удаяна. 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 Спасибо вам огромное за такого гостя для нашей страны. Надеемся, что мы встретимся. Спасибо, что вы встретили нас, позволили привезти этого гостя показать. Да, мы очень рады. Для Молдавии это очень хороший момент. Люди могут прийти, чему-то научиться стать просто добрее. А просто узнать что-то другое, что существует. Стать добрее, Сергей. Согласен. Все, кто придут на семинар чумбы ламы, станут добрее. Это подметят даже их родственники. Не то, что там они это подумают или им это покажется. Я проходил с ним семинары, и в России был с ним на семинаре. Я видел, как даже в Ленинграде разбалованные йоги, которые видавшие виды, приходили к нему на семинар, и просто в восхищении уходили с семинара, набравшись практик света. Его практики простые, никакой сложности. То есть вот видишь, он объясняет, да? То есть простые, просто делай это, и ты станешь счастливым. Практика пяти вздохов, это вообще, это просто счастье повседневное. Я думаю, что наши телезрители попробуют это и сегодня утром. Если вдруг вы что-то пропустили или не поняли, всегда можете пересмотреть эфир на нашей странице «Утрон СТС», где, кстати, мы разыграем и билеты на мероприятие, которое состоится 23 июня. Ну что ж, наша программа продолжается, и теперь доброго утром мы желаем нашей коллеге Нине Смирновой.